Итак, друзья, есть одна интересная группа Original Roleplay Virtual RP. Ссылка будет на эту группу в описании, можете зайти и посмотреть, что она из себя представляет. Ну, а мы начинаем ролик. Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Если вам нравятся ролики по Даймонду, то прошу вас поставить лайк. Если это видео набирает 150 лайков, то я сразу начинаю пилить новую серию. Итак, опять же, если хотите вебку, то ставьте лайкосик, друзья. Запишу с вебочкой следующую серию. Сегодня я хочу показать вам такую работу, как яблочный и апельсиновый сад. На самом деле, многие мои подписчики знают то, что на стримах я играю только на дальнобойщиках, общаясь со своей аудиторией, рассказывая вам какие-нибудь истории или игра с тушенкой и так далее. То есть, в принципе, ничем таким необычным я не занимаюсь. В принципе, не рассматриваю там работы и так далее. Хотя на дальнобой прибыль, как таковая, она, конечно, повыше будет изначально. То есть, если нету никаких людей, никто не работает на дальнобойщике, один только ты, тогда, безусловно, работа дальнобойщика является самой прибыльной. Но на данный момент, когда на сервере 800 с лишним онлайна, само собой люди просто вынуждены ходить вот на такие работы и зарабатывать здесь деньги. И я решил походить по всем работам абсолютно, которые я только знаю, дабы смочь увидеть, что и как вообще здесь происходит. То есть, в принципе, план такой. Хочу проходить на заводы на различные, на собирание машин там и так далее. То есть, говорят то, что на собирание машин решает все скилл. То есть, прибыль там особо как таковой не имеется. Но если у вас довольно высокий, так сказать, скилл, то, соответственно, вы сможете... Так, чел, уйди. Поднять там крупные деньги, то есть до 60 тысяч в час. И я, разумеется, проверю все это дело, где можно быстрее заработать, потому что много моих ребят приходят сюда и мне регулярно задают вопросы, барон, где можно заработать. То есть, первая работа, это, конечно же, вот яблочный сад. Ну, и апельсиновый, они находятся рядом. То есть, апельсиновый там левее находится, яблочный вот. Вот, это ферма 4, как на сам ПРП, там, так сказать, многим будет понятно, где это находится. По сути, так, чё мы собрали, да? По сути, яблочный сад, он намного прибыльнее на данный момент, чем тот же самый дальнобойщик, потому что мы зарабатываем там 5-6 тысяч вирт за тот момент, пока там фуры грузятся. Потому что раньше, я помню, стоял минут по, так сказать, по 30-20, ой, да. Дабы попросту попытаться сдать грузик свой, ну и, соответственно, загрузиться. Плюс загружение, загружение там минуты идёт. Плюс ещё, пока едешь на разгрузку, плюс грабят, плюс менты, уроды и так далее. То есть, неадекватов, на самом деле, огромное количество. Здесь же нам в этом плане везёт, то есть, нас никто здесь не тревожит, мы спокойно работаем, никого не трогаем. Только есть один минус, то, что здесь нужен третий левел. Ну, соответственно, вроде бы как и на дальнобойщиках, то есть, на дальнобоях там тоже нужен уровень, соответственно. И качаться здесь придётся что на ту, что на ту работу. То есть, в принципе, есть такси, но в такси сейчас поменяли, сделали обновление, то есть, добавили это как бизнес, я так понимаю, да. То есть, и поэтому я в такси не могу пойти работать. Из-за того, что меня туда, банально, скорее всего, не примут. Не знаю, оттуда, по сути, туда очень сложно вступить. Так, потому что там очень жёсткий отбор, друзья. Поэтому я просто хочу посмотреть вот такие вот работки, то есть, которые являются там скиллами, да. Ну, то есть, продвижение прибыли. Так, на таких работах, то есть, чтобы именно, если у вас, предположим, высокий скилл, то вы сможете без каких-либо проблем, да, то есть, заработать там большую сумму денег. Если у вас скилла нету, то вы зарабатываете сначала мало, 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 а потом всё больше, больше, больше. То есть, хочу посмотреть вот именно такие работы. Кстати, анимация яблок довольно-таки неплохая. О, их ещё и прибавилось. То есть, сейчас был дождик, да, то есть, как вы могли заметить. И на всех яблонях появились яблоки. То есть, дождь здесь идёт каждые 2-4, там, минуты примерно. Если примерное время брать, то, да, каждые 2-4 минуты. В принципе, неплохо. Так, лестница моя пропала. Так, так, так. Ага. Так, стоп. Взяли мы лесенку. И давай сейчас на... Можем просто банально на каждую яблоню мы вот так вот встать. И мы видим, что здесь у нас имеется по 5, там, по 10 яблок, в принципе, без проблем. Это хорошо. Вся суть в том, то, что дожди бывают часто. То есть, если вы будете ждать, действительно, их и будете здесь работать, то за час вы, действительно, сможете заработать тысяч, так, может, 40-50. В принципе, действительно, возможно заработать без каких-либо проблем. Из-за того, что эта работа, в принципе, не имеет такой крупной задержки, я бы так сказал. Если вы особенно будете работать с утра, то есть, когда онлайн особо как такового нет, то есть, где-нибудь часов с 6, да, и до 10 часов, то вы сможете заработать там за день до 100 тысяч. В принципе, без проблем, даже, может, до 200. Если вам повезет, если вы работать будете усердно, так сказать, то все будет у вас, друзья, хорошо по прибыли. Так. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Так, ребят. Собрали уже еще 7 килограмм яблок. Я уже, кстати, записывал этот ролик, но он у меня, к сожалению, с самого начала не записался. Поэтому я его перезаписываю для вас. На самом деле, работа интересная. Да, она не является какой-то такой супер, так сказать, популярной, да, в сфере Ютуба, да. Но если вы будете работать, и конкретно кому нравятся такие работы, то, пожалуйста, тот посмотрит этот ролик. Кому же не интересно, ну, как бывает, бывает по сути. Что я еще могу сказать? Если не интересно, такие серии... Ну, ладно. Так, что у нас, кстати, по вакансиям? Вакансиям. О, ЛСПД, слушай-ка. ЛСПД департамент. Так. Ждем в холле. Ну, блин, неплохо. Сейчас доработаю, поеду в ЛСПД, попробую туда вступить. Может быть, даже получится. Что, будем? Будем легавыми. Так, ладно, не будем чуваку мешать. Главное, главное, друзья, здесь никому не мешать. То есть, работать на своей, там, яблоне. И, в принципе, все будет у вас хорошо. Потому что бывает так, вот, к вашей яблоне подбегают какие-то люди. И собирают ваши яблоки, которые могли пойти именно к вам в казну. Так. Так, 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 так. Сейчас все будет отлично, друзья. Собрали уже сколько у нас? 4 из 10, да, получается. Здесь у нас больше яблок нету, к сожалению. Поэтому мы двигаемся на другую. То есть, ищем просто яблочки. Как вы уже, думаю, поняли. И собираем. То есть, в принципе, их не так уж и много осталось. Но все же, так, вот, все же они имеются. Это радует. Так, ой-ой-ой, тихо. Что-то меня тут забагало вообще в этой яблоне. Я думаю, дособираем. Дособираем, пожалуй, последнюю. Так, последнюю яблоню. В основном я вам работу, друзья, показал, что здесь и как происходит. То есть, я сам, действительно, самому было интересно, как все это происходит. Как тут все собирается. Потому что это действительно прикольно выглядит. Но я не ожидал, что настолько все забавно. Так, потому что это действительно круто, ребят. Это действительно охерительно. Так, и давайте вот сейчас последнее яблочко мы соберем. Где-нибудь даже... Ну, давай на низах. Снизу соберем. И без каких-либо теперь проблем можем спокойно убегать и сдавать. То есть, в принципе, ну, сколько вот идет это видео. И посмотрите, сколько я заработал. То есть, в принципе, если все это время поднять и округлить в час, то можно заработать как минимум тысяч 20-30 можно поднять. Вот такие вот, друзья, дела. То есть, мы подняли... Так, ну, если с тем видео, то я поднял порядка 12 тысяч вирт. Так, вот. Сейчас я поднял тысячи 3-4. Тоже, в принципе, неплохая заработная плата. И, пожалуй, поеду я сейчас... который...